Добрый день, мои друзья! Меня зовут Пьер Рафнер, это прямой эфир. Я живу здесь, в Биарисе, это на юго-западе Франции, на севере Испании, недалеко от границы, 30 километров, только от испанской границы. Сейчас я вам покажу карту. И здесь, это Баская страна. Баская страна, она разделена на две части. На севере перенеских гор, это во Франции. Самая большая часть, это на юге этих гор, это в Испании. Вы знаете, в прошлом веке, в 36-м году, генерал Франко совершил путч. Он стал против испанской республики, с помощью Гитлера и Мюссулинии. И тогда пришли на помощь испанской республики, бригада интернациональная. Из разных стран, из США, англичане, приезжали сюда, поддержать республику против фашизма. И это остается памятник. Именно здесь, на севере, где в основном живут беженцы, испанцы, республикацы. Здесь есть очень сильное антифашистское настроение с тех времен и до сих пор. Это верно, что этих людей больше их нет на севере, но здесь живут их внуки или правнуки. Генерал Франко победил, остановился фашизм в Испании, а потом, как признает, других странах. Но эта традиция бороться против фашизма, здесь остается памятник людей. Это подвиг предков, это российские спецслужбы, которые здесь работают очень хорошо. И тогда они создали сказку, которые смогут поверить, правнуки тех героев, которые когда-то защищали испанскую республику против фашизма, франкизма. Они им сказали, что Киев есть фашистом, и что они должны повторить подвиг их предков, чтобы защищать молодые республики Донецка и Лугаска. Они глянули на Кручок и надобили Донбасс преград через Москву, чтобы защищать республики. От фашистов-бандеровцев, которые в Киеве совершали путч и заработали незаконную власть. Все это вы знаете, это чистая путинская пропаганда, надо только было адаптировать ее к местным условиям здесь. Испанцы, баски, они приезжали суда, они забрали с собой республиканские флаги, потому что они были уверены, что они будут снова защищать какую-то республику. Подобную испанскую. Вы знаете, что ложь состоится из 90% правды. И вот российские спецслужбы, они отлично этого знают, любили людей таким образом, этим отманом. И они приезжали суда, лозунгом, но пасаран. Здесь была пропаганда всех агентов влияния и Кремля, которые здесь они работали по всем направлениям. Они заработали все СМИ, и баски, и французские, и испанские, полностью. И среди отманутых людей были баски. И здесь вы видите баские террористы в Донбассе. Обнивают их русские террористы, и они стоят оружием в руках перед баским флагом. Это большой позор баскому флагу и всем баска. Они оделись формой российской армии, и вы видите, как они носят и шапку, гербом. Этот человек, он сам является представителем малого народа, малого баскового народа. И сейчас он защищает русский империализм, Донбасс. Тоже баски террористы с русским террористом. Они носят баски флаг. И они сделали такие картинки на первом плане дюйдить флагу Донецка, а за они это баски флаг. И там написано «Баская страна, Донбасс комитет». Эта картина – это Бильбао. Бильбао – это в Испании, в Баске. И там написано «Стоп фашизм». Нет украинам и нигде. Это на русском языке. Эти люди, они уверены, что на Украине тем есть фашисты. И что они должны бороться против него. Путейская пропаганда, она сработала на полной катушке. Они все взяли ее, как чистую монетку. Здесь, например, мы видим эту флагу Донбасса. Мы видим баски флаг и российский флаг. И здесь вы видите, как изображение, солидарность Донбасса с баской страной. Они сумели даже возбуждать болельщиков. И здесь они держат это Бильбао. Это в Испании. Это написано на русском языке «Вставай, Донбасс». Это Бильбао. В Испании. Это наши здесь. Российские спецслужбы, они работали отлично. И не было никакого сокотребления. Тогда я был в России. И как интернационалисты, там они воевали. Бригады призрак. Под командованием мозговой. И придет православный царь. Баски, они боролись за православный царь. Они отправились туда, думая, что они будут бороться против фашизма. И, в конце концов, это было за православный царь. И Россия потеряна, но постановит границу и силу империи. Это значит, что маленький, баски народ, они готовы пожертвовать себя, проливать свою кровь за, чтобы восстановить границу и силу империи. Баски, испанцы, все дураки, которые туда привыкали, дураки, дураки, отманутые путинской пропагандой. Они прибегали сюда, думая, что они будут бороться против фашизма, как их предки против Франко. И в составе мозговой были российские, фашисты, настоящие. И здесь они стоят. И среди них имперские легионы, которые являются и террорической организацией. Здесь мы видим составы добровольческих патриадов призрака. Там были иностранцы. В России имперские легионы. Здесь имперские легионы. Внизу это добровольческий отряд «Юнити Континенталу». Это как раз эти иностранцы. Внизу это добровольческий отряд «Русское народное единство». Это тоже фашисты. Это значит, что они, их братья по оружию, это были настоящие фашисты. И они были уверены, что они сейчас воюют против фашистов. Во главе русского имперского легиона стоит фашист Станислав Воробьева. Здесь выведет Станислав Воробьева на партии фашистов в Испании. Здесь написано «Ла фаланже». Это всегда партия франко. Хотя франко больше нет, но фаланже еще бывают. И здесь он гост в этой партии. И рядом с ним человек носит черную маику. И на этом маике есть герб имперского легиона. Они фашисты. И они были братья по оружию, антифашистами, басками, французами, испанцами. По нашу ащиут. Фашисты это они. Они боролись на за фашизм. Здесь мы видим страницу имперского легиона. Имперское движение Станислав Воробьев и Игорь Евденис. Сегодня мы снова будем говорить о нас. И 1 апреля, 1332 года, победа консервативной войны в Испании. Они празднули победу франко. И они были братья по оружию, антифашистами. Из Франции, из Испании и так далее. И конечно, как победы. Показывают фильм, чтобы мы сможем наслаждаться победой фашистами. На сайте тех, которые боролись с... И наши баски воевали под этим флагом. Под флагом русского имперского движения. Эта флага является имперским. И баски приезжали туда, чтобы, якобы, защищать сепаратистов. Потому что они считают себя тоже сепаратистами. Добровольческий отряд русского национального эдизма во главе Паркашева. И они настоящие фашисты. Вычистим из русского мира всю скверну. Мои друзья, потому что я говорю это здесь, меня ударили. Ударили спину, сильную. Я получил угрозу. Мне сказали, что я должен оттуда убираться. Я должен большаться. И мне советуют не выйти на улицу. Иначе меня встретят. Фашизм в Москве, в Донбассе, в Анжиесе, в Баскове. Я благодарю вас. Спасибо.